друзья всем доброе доброе утречка с вами как всегда алексей крылов передаю привет вам и жаркой горячей солнечной испании наступает новый день утром примерно 0-2 градуса так принципе стабильно еще с утра раз такой температуры начинается я пью кофеёчек заказал себе кафе соло то есть ну как обычный эспрессо но надо говорить на баре кафе соло так что давайте накатим кофеёчек и будем отправляться в наше небольшое путешествие она будет должно быть в принципе интересным она так вам скажу не спланировано поэтому короче мы просто уедем вот и едем и сейчас я вам скажу куда давайте выпьем отлично они помогают собирать вещи принципе она уже собрана нужно просто закрыть сумки и все ты готова ехать это что у тебя такое вкусное пюре да это ты будешь по дороге есть они у нас вообще все есть тоже да спасибо тебе большое только самое главное эти сумки не нужно разбирать хорошо вот мама их сложила и пусть она все так и лежит потому что я знаю ты любишь все выбрасывать из полок и сумок это для тебя сейчас просто рай да дети чистят зубы а не любит чистить зубы дальше не любит чистить зубы ну все чистят ну что наши вещи собраны сейчас пойду их паковать у нас завтрак перед дорожкой и будем отправляться вещи упакованы это не все наши вещи но ну точнее вот эта сумка это прям все все мое я уже прям все вычистил у себя вот этом силе черная большая вот эта синяя маленькая поэтому мои вещи всегда с собой детская мы тут тоже все пособирали основное самое главное взяли футбольный мяч потому что без этого никогда дашь подошла даша все давай закрываю багажник ну что вещи собраны вышло солнышко погода намного улучшилось видите облачка расходятся я даже снял куртку остался в футболке будем настраиваться на хорошую погоду сейчас у нас потеплело было вот утром я говорил 0-2 сейчас уже 5 градусов видите и сейчас посмотрим какая температура будет у нас по приезду едем мы в город таревьеха вот это наша первая . покажу градусник машине вот показываю бока потому что камера не пролазит 5 градусов тепла это уже вышло солнышко по дороге остановлюсь буду еще заправляться и покажу сколько стоит бензин и ну покажу сколько но реально в чеке выходит это стоит потому что сейчас стоимость топлива уменьшилась все готовы ехать так что пристёгиваемся и поехали а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как бы он маленький такой слой, но вот так вот спереди такие горы немножко прибеленные Вот это испанский снег Регион, в котором мы сейчас едем, из которого мы едем, называется Арагон Или Арагона, как правильно идем? Арагона А, Арагон, он, он, Арагон Но дальше, я надеюсь, будет теплее До Валенсии осталось примерно, Валенсия находится на берегу моря Примерно километров 200 И контраст температур должен быть очень большой Трасса, по которой мы едем, это Сарагоса, Валенсия И на протяжении пути, в принципе, немножко проезжаешь И очень сильно меняется ландшафт То получается, он был такой, какой-то коричнево-белый А сейчас, смотрите, какие-то красные Такие-то, наверное, какие-то глиняные горы пошли Мне нравится везде Вот, наша планета Земля, она разнообразная Проезжаем легендарный памятник Хамону Вот, видите, с краешку его видно Я приблизить не могу здесь Вот он, памятник Хамону По праздникам люди сюда кладут цветы, я знаю Так, ну что, мы заезжаем к заправке, смотрите, какие цены Получается, дизель евро 81 Дизель какой-то плюс евро 88 Потом 95-й бензин евро 75 98-й евро 85 Вот, сейчас подъедем, заправимся И плюс там идет скидка Но цены на дизель были ниже, я смотрел Когда мы выезжали, а это мы уже то ли в какой-то регион заехали И почему-то цены тут стали другие Я думал, если одна сеть по Испании идет, то цены, наверное, должны быть одинаковые Ну, видите, как-то Затем на кольце третий съезд Так, мне навигатор идет в Оленьши Но мы сейчас немножко подзаправимся И поедем дальше Заправки тут находятся на дшибе То есть они не так прямо возле трассы Чтобы приехать на заправку, нужно съехать Затем на кольце третий съезд Так вот, давайте подъезжаем к колонке И заправляться нужно самому Никто вас тут не заправляет Так, ищем дизель Вот Отлично Короче, стоило мне сказать, что тут нужно заправляться самому Как вышла женщина И говорит, вас заправить Это первый раз, по-моему Вот когда я въехал в Европу Меня кто-то заправил Так я всегда заправлялся сам А тут женщина, она и кассир, она и заправщик Поэтому Короче, меня тут заправили Вот так в основном люди заправляются самостоятельно Цены я вам сказал И вот на примере Я говорил, что здесь идут постоянно скидки Получается Заявлена одна цена Но Платишь ты ниже То есть смотрите, я заправился 39 литров 39,71 Вот, вышло 72 евро Но по факту я заплатил 62,30 Короче, 10 евро скидка получается На каждом литре примерно Так, 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 так Ну, примерно 25 копеек, они говорят Идет скидка То есть вот сумма в чеке получается На 10 евро меньше выходит И это прям нигде не заявлено И это меня очень приятно так удивило А, да, получается 25, наверное Вот эта скидка Дорога находится далеко И здесь, знаете Я заметил, нету такого Но это, я говорю, мои наблюдения То есть у нас получается Когда ты едешь по дороге Заправки Одна с одной стороны Другая может быть с другой стороны То есть, чтобы ты быстренько заехал Какая-то или огромная конкуренция Здесь Такой конкуренции, как у нас, нету Поэтому На заправку нужно съезжать Она находится обычно далеко от дороги Но здесь всегда возле заправок Огромнейшая зона Вот То есть здесь можно остановиться Машины становятся под навесиками Обычно здесь и сразу находятся автомойки Можно подкачать колеса Есть и отели Прямо такие огромные зоны для путешественников Становятся автобусы, становятся фуры И машины становятся под навесиками Ну, есть зона, где можно встать под навесом Наверное, это когда И когда сильная жара Так, зайдем вовнутрь Помещение Вот Здесь много разных Сейчас видите, что здесь внутри находится Это, прямо сказали Такая большая зона для путешественников Итак Проходим Здесь Wi-Fi Так Это, на самом деле Так выглядят многие парковки Получается Это Ну, вот шарики Это всегда есть Для детей Бросаешь евро И тебе Получают шарик Потом Есть такие столовые Большие Можно перекусить Как столовая по домашнему Так скажем Можно купить венца И Игровые автоматы Вообще везде стоят И это Про это рассказывал То есть На заправках Во всех кафешках Везде они стоят Потом Можно в футбол поиграть Туалеты Бесплатные Потому что Я ездил По Европе Пока ехал сюда Везде были платные Туалеты Там берешь Какое-то Короче Чтобы туда зайти Надо заплатить евро Тут То же самое Какое Все бесплатно Короче Вот заходи Никакой предоплаты Не нужно А где ты Входил Где ты видел Я когда ехал Это я думаю Многие подтвердят То есть Чтобы зайти в туалет На заправке Надо Кинуть Один евро Тебе дается Какая-то бумажечка А потом Ты эту бумажечку Можешь использовать Всегда Что-то покупаешь На заправке Есть туалет Могу показать Есть даже душ Можно зайти Помыться Если нужно Также тут пишет Есть хостел Можно переночевать Если нужно Это все Вот такая Огромная заправка Ну если По ценам Говорить То вот Кока-кола 0,5 Стоит 3 евро 5 копеек Вся Кока-кола Потом А водичка Стоит Тоже Получается 3,25 Но это какая-то Дорогая Avian А обычная 0,5 Стоит Евро 1,85 Это на заправке Так в магазинах Конечно цены Намного-намного Ниже Бутербродик Стоит 6,95 Здесь 8,95 Бутербродик Цены Евро Вот так Вот Диане Напоминает Это место Аэропорт Это как Зона Дьютифри Просто Очень Гигантская Не забывай Меня Твои Все Готовы Дальше Ехать Или еще Будем Бегать Ну Порция Салатика Здесь Стоит 7 Евро 50 Копеек Порция Макарон Паста Да Диана Поправляет Центов 50 Центов Потом Макароны Ну паста Ну как Выглядит как столовая По домашнему Просто там уже Не это Не подсниму 7 евро Что это Вот такие цены На заправку Тут Как бы Ну для меня Если говорить То Не низкие Такие прям Ну Высоковатые Но Если говорить Вот по кафешкам Смотреть В принципе Такие же цены Как в кафешках Поэтому в кафешках Цены Ниже Вы наверное И не найдете Это как бы В принципе Нормальная цена Для кафе Вот так скажем Все Ты будешь на мотоцикле Ехать Я на машине Да Все Все Тогда Едь за мной Мы пошли В машину Да Все Я приехала Давай Побежали Давайте Давай Беги Ну мы Туристы Подготовленные Мы взяли с собой Бутерброды Сейчас там будет Зона для парковки Остановимся Для пикника Вот так вот Остановимся Сейчас в красивом месте И сидим По бутербродику Ну что Будем покидать Это прекрасное место Уважаемые пассажиры Дозаправка прошла Успешно Добро пожаловать На борт Наш Маршрут Пройдет через Прекрасные города Валенсия И больше городов Я не знаю Через какие Во время пути Таревьеха Да Таревьеха Это наша Конечная точка Во время пути Вы можете Наслаждаться Прекрасными видами Из окна Есть печеньки Слушать музыку Есть бананы Так что Пристегивать ремни И мы Поехали Дальше Я уже ем банан Да ты вообще Молодец Прям такая умница Сегодня Нет слов Просто Поехали Продолжение следует... Поехали Ну что мы приближаемся Все ближе И ближе К морю И тут Я хотел рассказать Когда едешь По Испании Есть такие Гигантские Знаки Осторожно Олени Олени Действительно Представляют опасность На испанских дорогах Ну и не только На испанских Потому что Скорость здесь Получается Разрешена Сколько? 120 километров Ну и можно Горят Плюс 10 Еще добавлять То есть Это Не нарушение Считается Либо плюс 7 Ну как-то так вот И нужно быть осторожным Потому что Выбегают олени Если на дорогу Выбежал Олень То может быть Очень серьезное ДТП Поэтому Олени на дорогах Это реально опасность Нужно быть Очень и очень Внимательным Здесь Если обратить внимание То лес Огорожен Проволокой То есть Не просто проволока Вот такой забор Из проволоки Поэтому Тут они как бы Наверное стараются Чтобы олени Не выбегали на дорогу Но От оленя на дороге Все равно Никто не застрахован Поэтому Нужно быть Очень и очень внимательным Температура Уже повысилась До плюс 12 градусов Едем Ближе Ближе И ближе К морю Смотрите Здесь какие красивые Витрыки Конечно Небо так Немножко Подзатянуто Здесь такая Переменная Облачность То солнце То нету солнца Музыка 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 здесь очень комфортно находиться ну это конечно я просто откуда мы приехали там было два градуса здесь вот реально футболки вообще классно вот так сейчас мы где-то перекусим обычно вот когда мы ехали в горах там были такие зоны типа как буква п и человек сидит на скамеечке и типа что-то ест то есть там такие столики были скамеечки и можно как бы остановиться перекусить здесь вдоль моря получается таких зон и мы как-то не наблюдаем может быть они дальше будут здесь только вот есть заправки остановки для дальнобойщиков вот и всякие вот кафешки вот тут мы остановились но в кафешке мы есть не будем у нас есть свои бутерброды поэтому сейчас поедим и поедем дальше дорога проходит очень комфортно по идее ну как то есть две полосы иногда даже по три полосы то есть едешь полное спокойствие никто тебе не перенит не перегораживать дорогу и едешь только с одной как бы скоростью короче ну очень комфортно ехать сразу видно кто приехал с гор вот люди местные они хоть потеплее одеты нам и футболках ну для меня тут жара для меня тут лето для меня тут просто рай все зеленое растет много пальм пальмы здесь разные прям аж душа начала радоваться здесь такая же зона как я и показывала предыдущая была то есть такие как столовые как такой beauty free скажем хоть сеть заправок одна и та же получается но у кока-кола здесь уже не 305 а 275 но здесь дороже топлива причем дороже на 10 копеек хоть не на 10 копеек до на 10 копеек я заправлялся по евро 80 а здесь уже по евро 90 получается чем ближе к морю тем топливо стоят дороже как мне показалось короче если вы что-то на эту тему знаете где самое дешевое топливо зависит ли это от регионов как-то то напишите будет интересно почитать дальше говорит пошла машину потому что и жарко здесь ходит испанский котик сайте испанские коты едят хлеб и на дашь ему мясо да на классный котик здесь детская площадка есть она закрыта здесь детская площадка есть зона даже для пикника о кстати зону для пикника тут открытая можно сюда подойти сейчас будет я думал он закрытая растут какие-то пальмы оливковые деревья романтика да видите я вначале сказал что таких зону нету тут тоже есть такие зоны можно посидеть перекусить давайте присядем вот у нас есть пакет с едой сделаем по бутерброду сидим сидим по круассану ну а один себе спасибо спасибо так котику дадим колбаску раз я надо отделить эту но тут приклеена друг другу держи прям стоит держи котика покормил на лайк заработал здесь мандариновые рощи мы вообще едем почти не роща плантации и вот вдоль дорог видно очень много этих плантаций растут мандарины я думаю видите в этой оранжевой точки это все мандарины интересно будет посмотреть какие сейчас цены на это все дело там-то ревьехи есть базар по пятницам как раз туда сходим я тебе куплю да и думаю там магазинах наверно они должны быть недорогими потому что плантации здесь вообще рядышком рядышком спорим прибежали еще котики давай даже смотри они боятся этот уже много колбасы сел а дай колбаску вот тому маленькому это вижу это еще котенок дашь не возьми вот тому давай на он испугался бери ешь сейчас он подбежит съест на это боится мой тут много котов они вообще праздник она на улицу вышла футболки все будем уже ехать самое главное после себя убрать поставить чистоту и накормить котиков пойдемте айта аня влезла в грязь зато они круто они там ходила в зимней куртке в зимней шапке она сползала и на глаза постоянно тут она футболочки выбежала ну потому что реально очень тепло я не знаю как они в куртках у меня жарко а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как? Насколько разная Испания? Ну, конечно, это мы проехали, в принципе, небольшой кусочек Испании, но все равно видны контрасты. Здесь тепло, здесь более зелено, ну и погода очень крутая и видно на небе вообще ни единого облачка, потому что мы ехали, было все затянуто, были туманы, шел дождь, а здесь просто, как для меня, райская погода сейчас, потому что солнца мне не хватало. В дороге дети вели себя просто отлично, вот у нас Аня, дома она сидеть не может, но когда мы куда-то выезжаем, вот, например, мы сейчас ехали сколько, около пяти часов, вела она себя просто идеально. Даша ведет себя тоже идеально, ну, под конец мы ей дали уже планшет, она сейчас учат буквы, звуки, учит числа, поэтому она занимается. Так что на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео, дальше будет много всего интересного, огромное спасибо, что смотрите, всем счастья, здоровья и всего самого-самого хорошего. Всем пока!